добрый вечер начну с того что однажды я заметил в своей жизни что я внутри имел раздражение или гнев на бога это было примерно когда мы оформляли это здание и я ждал одного письма и это письмо это было подтверждение а значит что финансы были должны были прийти сюда на это здание и мы не могли оформить это здание и у меня как бы вот такой вопрос был я жду этого письма письмо не приходит и у меня я связываю это с богом и вы господь нам здание мы 14 ждали здание неужели как бы вот в сердце эта борьба неужели тебе трудно было чтобы письмо дошло она не доходит я понял что в сердце у меня недовольство не на почту и почтальонов она бога и когда я перезвонил еще тому человеку а он сказал а я уже отправил по тому адресу куда куда она должна была дойти я встала мне так стыдно стал думаю господи как это так как я смог смотрите кто из вас уже гневался на бога а высказывал в его адрес недовольство то есть ну например упрекал бога за что за то что он не дает то о чем ты просишь я представление и у нас просьбы разные в зависимости от того в какой ситуации человек находится кто-то может о здоровье просить господи я у тебя столько прошу ничего не меняется кто-то молится за своего сына или за свою дочь и проходят я не имею ввиду сейчас месяц два годы он все еще в таком состоянии нам кажется господи да ты спасаешь я не знаю там кого слушаем свидетельство самого большого негодяя ты спас а моего внука сына ты не можешь спасти что тебе трудно что ли и у нас могут такие вопросы быть и вот это как будто знаете такое недовольство боже почему ты не делаешь я же тебя прошу да я знаю верующего человека который как бы но ухаживал хотел получить рук руки одной девушки и девушка отказала ему и он такой злой был разозлился и потерял веру и сказал я не буду верить то есть это негодование боже почему ты не дал мне вот я же ее хотел я же молился и вот такие вещи мы сегодня много людей в мире больцы господи останови войну в моем городе идет война и и а война не кончается и у человека может быть вот это раздражение негодование на бога я бы хотел сегодня начать тему и несколько вечеров продолжить ее ложные представления о гневе то есть когда когда мы говорим о гневе неправильно было сказать кто из вас гневается все гневаются вопрос который можно задать как вы гневаетесь и гнев может выражаться по разному вот кто гневается внутри себя некоторые внутри он он не выражал внутри это наполняет да а кто-то снаружи все сразу видно человек зараз гнился бабах вылил все все знают что он уже голос повысил дверью хлопнул вот на лице сразу вот смотрите мы сейчас не оцениваем какой гнев лучше гнев есть гнев кто-то внутрь себя кто-то наружи и нам нужно разобраться существует так как мы живем в падшем мире у нас есть информация и часто мы а кто из вас себя уже оправдал что много как мне поступить это вот так я поступил я такой человек да вот и мы оправдываем себя и я бы хотел отметить ложные представления о гневе четыре вещи четыре лжи мы сегодня только одно рассмотрим ложь гнев на бога это нормально то есть сегодня мы рассмотрим это второе вторая ложь гнев это нечто внутри меня ну вот я такой она просто раз и все это я я такой третье ложь моя проблема гнев на себя самого то есть кто уже на себя самого гневался да вот я хороший человек я просто не могу себя простить гневой на себя и четвертая ложь гнев просто находит на меня потому что я такой человек просто нагрянуло и все и мы можем верить этой лжи и оправдывать себя таким как я есть теперь когда мы рассмотрим вот эти вещи нам важно посмотреть не как психология оценивает эти вещи а в свете библии как библия оценивает когда человек гневается и как мы себя оправдываем потому что вопрос сегодня не в том как андрей какое мнение у андрея какая разница мнение очень много для нас важно библейские очки то есть через взгляд библии а что библия говорит об этом поэтому мы сегодня рассмотрим ложь то есть это неправда что человек может гнев на бога это нормально и люди оправдывают себя и мы посмотрим сегодня какие убеждения есть и посмотрим как с этим бороться и конечно же библейские примеры да а конечно когда человек говорит ну я могу на бога разгневаться это напрямую связано с нашим пониманием бога кто такой бог то есть у человека неправильное богословие ему кажется ну что я имею право и поэтому человек верит в эту ложь и злится и мы посмотрим причины если вы обратитесь к психологу по поводу что у вас есть гнев на бога то возможно вы получите следующие советы некоторые советы и я хочу сказать они присутствуют и у нас в христианских кругах то есть верующие люди могут так думать да помогут сказать что гнев сам по себе это просто реальность она нехороший этот гнев нехороший неплохой но вот просто он гнев то есть он нейтральный исходя из этого если ты злишься на бога это нормально он же не сотворил он нас сотворил с такой способностью то есть у нас есть способность гневаться а значит это все в порядке главное тебе нужно себя в руках держать чтобы не переборщить ну да ну он же не все твои желания исполнил то есть это одна из лжей или ложь в который человек может поверить второе бог часто разочаровывает нас мое сердце поэтому этого не может объяснить да сколько раз я просил просила и вот теперь вставьте если у вас молитвенные нужды когда вы просили даже со слезами господи дай очень хочу и бог не дал и теперь опиши твое чувство после этого когда ты не получил этого благодарил ли ты бога или сказал там ворчал внутри как это так я же просил и чаще всего наши молитвы касаются других людей обстоятельств которые как бы в нашу пользу должны пойти изменить человека мужа шефа чтобы квартира была лучше и и человек может год-два ждать а потом такой знаете так короче я все уже не буду надоело мне а особенно еще знаете когда злит когда ты смотришь ты молишься за квартиру от паулин да хороший пример она здесь молится молится и этот получил и этот получил а что со мной я же тоже хочу ну и это нормально смотрите я сейчас не говорю что паулин гневается но я говорю что вот когда такие ситуации ты понимаешь а что а почему у меня нету на что я а где я что крайний что ли что я хуже а кто-то смотрит что кто-то уже женился давно замуж вышла кто-то подруга ты не можешь или нету того и ты начинаешь злиться господи года идут а что здесь так не так и человек может вот это зло накапливать и ворчать а зло по-разному может выходить до если бог все контролирует ему все подвластно то почему он не ответил и не даст то что я прошу как тут не злиться в моей ситуации муж уже пьет 10-20 лет а я здесь вот и у человека может появиться именно вот это чувство следующая ложь вы должны излить свой гнев на бога ведь бог есть любовь то есть если тебе тяжело а бог является источником любви то он сможет твой гнев как бы покрыть но тебе легче будет вот некоторые люди вы выливает гнев на ближнего потому это мне легче стало а кстати а как другому когда на вас гнев излили вам легче кто бы хотел быть целью мишенью гнева до фея ты хотел бы ладно не думаю не думаю не думаю браток смотрите нам неприятно суть не в том что бог не сможет вытерпеть он на самом деле является любовью но человек вот свое недовольство может таким способом оправдывать как ну бог же есть любовь скажи ему что ты думаешь да вот так искренне кстати а когда человек гневается он искренне гневается конечно я я не представляю как можно гневаться не искренне обычно люди именно гнев выливают вот 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 я такой и как бы вот эту искренность оправдывать но я же искренне а ну тогда ты можешь это ложь которая как бы ну закралась вкралась и люди сегодня так могут думать мне тяжело ничто не клеится я вот в небо покричу и скажу бог ты что не действуешь вот и последнее так как он разочаровал вас ты столько просил просила его а он просто не дал а после вопроса на прости ему прости бога и тебе будет хорошо слышали такую мысль то есть ну она как бы почти как абсурдная но все же она вкралась что ты он тебя разочаровал ты же просил столько лет он не дал тебе у тебя злость отпусти прости его чтобы был мир в твоем сердце и тогда вы снова восстановитесь ты будешь доверять ему то есть вот человек может верить такой лжи исповедовать и как бы ну оправдывать себя даже этим да и так все эти вышесказанные пункты это ложь в которую верят даже верующие христиане ложь можно побеждать только истинной еще раз нету другого способа победить ложь как ложь побеждается истинной правдой о боге а это истина то есть мы должны ее посмотреть конечно в библии а что библия говорит поэтому мы будем смотреть через библейские очки спроси себя чего ты так сильно хочешь или во что ты веришь когда ты гневаешься вот последний раз когда ты разгневался сильно разгневалась чего ты так сильно хотел моя правда будет услышана чтоб по моему было какие варианты еще есть господство да да еще кто да нормально нормально еще кто что скажет несправедливость в чьих глазах да да я оцениваю да да еще какие варианты есть чтобы слышали кого меня да конечно конечно да да то есть смотрите а вы вы можете поставить этот вопрос и мы здесь честно потому что гнев всегда заветней то есть он всегда связан с ожиданиями мы же не гневаемся на ровном месте он всегда связан с ожиданиями мне должны вот так правильно и если это не происходит в мое сердце начинает реагировать то есть сердце оно конечно действует через тело оно берет в орудие тела наше тело уже человека реагирует как по-разному как мы гневаемся и так ты обнаружишь конкретные желания если ты спросишь себя так подожди а чего же я так сильно хотел ты обнаружишь конкретные желания которые управляют сердцем и ложные идеи которые сместили живого истинного бога в библии в этот момент когда человек гневается обычно бог не в поле зрения даже как бы суверенный бог то есть понимаете бог библии вот это я имею ввиду да тогда человек рисует себе своего бога вот так бог должен сделать другими словами я знаю как бог должен поступить понимаете мысли то есть здесь вопрос суверенности бога ну в принципе мы знаем если говорить вообще вы понимаете что бог все знает и правильно всегда поступает ну да мы понимаем это но когда человек гневается ему кажется ему кажется господь ну ну как это ты здесь вот так надо было поступить а а ты как не поступил я же просил тебя и все все не так пошло и вот здесь как раз вот этот вопрос отчего ты так сильно желал или цеплялся что ты даже готов грешить потому что гнев кстати есть плоды духа а есть дела плоти и гнев куда относится ссоры раздражение гнев ссор на немецком дела плоти делающие так такие на такое написано царствие божие не наследует смотрите если человек живет в этом не просто на раз и живет в этом оправдываясь я такой то это дела плоти а библия предупреждает что это ну ты не можешь оправдать итак оценка вышесказанного вышесказанных советов мы коротко рассмотрим гнев не не является нейтральным он всегда заветнее всегда к чему-то я прилеплен энергия гнева может быть либо благочестивой когда она направлена на зло кстати может еще об этом вечер посвятим то есть например бог же тоже гневается и изливает свой гнев но божий гнев всегда направлен на зло на грех то что приводит и если у нас часто гнев направлен на людей конечно мы говорим он согрешил я его ненавижу так вот когда мы ненавидим то что ненавидит бог в этом мы можем похоже быть понимаете если кто-то причиняет например маленького мальчика избивают ты идешь и ты на на само зло реагируешь но при этом мы часто нам трудно разделить сразу человек который это делает злом мы сразу недовидим всех чтобы бог его покрал побил и так далее да так вот нам нужно учиться правильному как бы пониманию здесь тяжелый процесс согласен обычно мы гневаемся неправильно да да и так а значит мы делаем оценку вышесказанного да бог которого мы знаем в библии не бросает человека в беде то есть смотрите первое высказываем но бог же тебе не дал и и нам представляется но он тебя бросил ты же просил мы должны понимать что бог библии никогда ни в одном месте не бросил человека он ведет человека в проблем может допустить помните если мы возьмем пример давида да его помазал самуил и теперь и в это время он забыл корону собой взять и что пришлось давиду следующие года делать кто помнит бегать от саула по пустыне по горам и теперь смотрите бог пообещал быть с ним кстати у нас есть и в новом завете божье обещание он пообещал ученикам и сея с вами до скончания века то есть во все дни до скончания века господи а это значит ли это что у нас проблем не будет нет почитайте посмотрите апостолы все умерли мученической смертью то есть проблем было куча теперь ну и теперь о чем бог вы скажете так он бросил полон он он в холоде был и в голоде был нет он допускал и ввел павла и вот здесь нам нужно понять когда бог что-то не дает нам это его работа это благо нам мы это оцениваем своими желаниями греховными желаниями бог нас кинул бог нас не любит он не дал мне ту квартиру он не дал мне того супруга ту работу и так далее бог говорит это тебе во благо андрей это тебе во благо а мне не всегда хочется принимать такого бога мне бы хотелось заказать музыку чтобы он исполнил так вот когда когда как мы это проверяем нам нужно понять бог суверенный он никогда никого не кидал ни свой народ ни церковь то есть в новом завете бог всегда верит написано даже что если мы неверны то он остается верный и нам нужно понимать вот именно вот это даже если я что-то не получил сейчас то что я просил это не значит что бог от тебя отказался это значит что он любит и это тебе во благо следующее согласно библии человек не должен изливать свой греховный гнев на бога чтобы обуздать этот гнев то есть ну или излить в чем люди иногда путают если читать поверхностно псалмы то вы видеть увидите в псалмах что люди очень искренно изливают свое свое сердце перед богом да и это кажется и вот здесь как раз тоненькая грань это кажется что люди которые изливают свое сердце они как бы на бога изливают но есть очень важная супер важная разница когда я говорю о состоянии своего сердца боже я устал боже я ненавижу моих врагу моих врагов боже я не знаю как дальше быть я не обвиняю бога а я говорю о своем состоянии сердце что мне тяжело понимаете когда мы обвиняем бога боже это ты сделал мне это из-за тебя вот это является грехом и дерзостью нигде ни в одном месте мы не имеем права обвинять бога помните вот этот пример мы еще вернемся коротко к Иову но когда жена сказала слушай ты же все потерял похули богу то есть ворчи разгневайся скажи скажи твое вот состояние души как Иов среагировал ты безумная ты глупая я не сделаю этого смотрите оценка вот излей свое зло свой гнев на бога и умри скажи ему Иов оценивает богобоязненный муж это зло я этого не сделаю это безумие поэтому когда мы когда человек хочет оправдать ну смотрите псалмы же полны этого ты говори богу он любит тебя это дерзость и безумие бог все еще остается богом и подумайте только сколько и ов потерял какое зло ему в его жизни случилось и при всем этом при всей этой величине зла он не решил не сказал ну вот у меня теперь есть право сказать боже вот я теперь злой на тебя понимаете да вот здесь мы мы должны всегда понять суверенность бога и мы не имеем ни в каком праве ни в какой ситуации изливать гнев на бога то что мы можем сказать нам тяжело боже ты видишь как я устал боже мы можем плакать мы можем сетовать это правильно и это хорошо и бог не закрывает наши уста но обвинять бога это грех роптать на бога это грех за что бог покарал народ израильск за ропот и неверие и так то есть нам нужно вот эти факты понимать и теперь примечаем даже его в бог божий раб и друг совершенный в том смысле что ему нужно было каяться не в каком-то грехе в отличие от друзей его а он должен обновить свое понимание теперь смотрите человек должен приходя в присутствие божие помните когда иов иов не обвинял бога у него вопросы были он хотел как бы спорить с богом господи я прав но когда он предстал пред богом помните какова реакция его была смотрите о чем он говорит мы читаем это 42 главе 4 и 5 стих выслушай взывал я я господь вы я буду с тобой как бы состязаться я буду говорить тебе и буду спрашивать у тебя объясни мне в этом состоянии был иов я когда читаю его я думаю я понимаю его я тоже так сказал но когда он предстал пред богом написано я слышал о тебе слухом ухо теперь же мои глаза видят тебя поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле это праведный иов в присутствии бога он видит что ему нужна вот перемена взгляда когда он видит суверенность величие бога он приходит именно в это осознание итак а теперь мы рассмотрим несколько два примера еще коротко с людьми которые впали в гнев пример с кайном бог принял авеля и его прошение приношение жертвоприношение да он сказал молодец хорошо кайна жертву он не принял кстати это объективная оценка бога то есть бог объективен когда он оценивает нас ну например мы бы хотели оценить оцените меня вот какой я есть скажи какой я есть а вот когда мы спрашиваем а о чем мы думаем хоть бы он подтвердил что ты классный хоть бы сказали ну да ну нет и вообще классный оставайся такими так как как елей да а мы же можем иногда льстить так вот смотрите бог дает оценку объективную а ведь хорошо сделал кайн не очень был ли был ли гнев кайна оправданным он же а реакция теперь кайна какая написано он опустил глаза и он такой он опечалился а другой перевод говорит разгневался он недоволен был теперь вопрос а был ли его гнев оправданным что бы вы сказали да конечно да да он справедлив или что бы мы сказали или он накрутил себе в своем сердце что он достоин лучшего бывает у нас такое что мы в сердце накрутили что я то достоин например кто-то трудился там над какой-то работой я не знаю там торт делал да женщина может быть скажем пять часов торт делала да чтобы красиво было другая слушаю я буду я пять часов делать я полчаса слеплю тяп-ляп сделал пришел теперь одну хвалят оценивает другая которая полчаса лепила ее не хвалили она а чё это ее хвалят меня не хвалят вообще чё это здесь такое может такое быть а конечно так ты же даже душу туда не вложила ты же ничего не сделала но ожидание может быть что ну сказали бы молодец ты такая же классная да не похвалили внимание да и теперь смотрите каину плохо а плохо это это соответствует оценке истины которую бог дал что имел ли он моральное право сказать да господь мне плохо ну смотрите а теперь в принципе бог говорит нет 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 у дверей грех лежит а что ты опечалился если все хорошо что ты ходишь с поникшей головой нос опустил и бог говорит у дверей грех лежит теперь должны ли мы способствовать каину который вот человек пришел говорит ой ты знаешь меня не похвалили мне плохо должны ли мы способствовать каину если кто-то ведет себя как каин и сказать да точно ну да ну ты бедняга конечно представьте себе каин пришел к тебе и говорит слушай ну там бог мне как-то не оценил вот я здесь потрудился он одного похвалил а мне вообще ничего представьте себе если встать на сторону каина да да ты бедненький конечно я тебя понимаю вы утвердите его в грехе в идолопоклонстве потому что ему нужно исцеление ему нужно покаяние ответ очевиден его гнев был греховным и бог привлек его внимание к очевидным признакам бунта против него и ближнего бог не сказал каин ты бедненький я тебя понимаю я в следующий раз тебе лучшую оценку поставлю ну сейчас я как-то вот поставил такую да я вмещаю все твои обвинения нет он его призывает и вот здесь как раз здесь как раз выход к чему бог призывает его у дверей грех лежит тебе покаясь господству не иди туда и вот здесь как раз и выход родные когда бог показывает чтобы мы не сказали ну да я вот вот так я такой ему нужно было покаяться в грехе который завладел им и на этот момент бог говорит оставь его а вместо того чтобы бунтовать против разочаровавшего его бога то есть ну в его глазах бог же его разочаровал если бы он не дал плохую оценку мы бы могли сказать у каина было бы все хорошо и так гнев на бога никогда не оправдан никогда ни при каких условиях еще один пример мы будем заканчивать это пример с ионой иона неохотно подчиняется божьему призву иди в языческий город в ниниве и проповедовать своим врагам то есть ну там же были враги которые убивали евреев и теперь он говорит иди проповедуй туда и он идет туда люди каются а ионе плохо ионе реально плохо он не может он пришел в депрессии и почему иона разозлился ионе казалось что бог в его глазах не так поступил боже их надо наказать а ты их милуешь понимаете теперь когда так человек думает на чье место он претендует на чье место он претендует как вы думаете то есть он говорит боже ты неправильно сделал я знаю как надо было с ними поступить их надо было наказать вот тогда бы я радовался и вот смотрите вот здесь как раз тоненькая грань вот здесь и богословие наше человек оправдывает в общем то да если бы спросить иону иона а ты вообще веришь что бог суверен он же пророк был что он праведный что он его суды праведные что бы он сказал да конечно я верю а мы верим например что бог справедливый праведный да ну ну в общем то если вот здесь спросить спросить вот так да я думаю мы все скажем да конечно но когда касается нас меня лично то я могу сказать господи вот то что ты ему простил я не согласен с этим он мне столько сделал пакостей я думал ты его накажешь по всей программе ты взял его помиловал еще и благословил а мне плохо иона злой разгневался а на кого на бога бог не так поступил когда его право злиться было поставлено под сомнение иона ответил утвердительно на риторический вопрос требующий в принципе отрицания да по праву ли ты гневаешься иона ты по праву гневаешься и что он сказал кто помнит да он говорит да по праву может сказать иона ну приди в себя смотрите 4 глава 3 стих и 9 стих и ныне господи возьми душу мою от меня ибо лучше мне умереть нежели жить вот мне я вижу как ты врагов помиловал лучше я помру представляете насколько сильно кстати это гнев то есть не согласие если человек мне жизнь не мила а 9 стих и сказал бог ионе неужели ты сильно огорчился ты за это растение он сказал очень огорчился даже до смерти два раза подтверждает что да не по моему это пошло огорчился он на бога бог же миловал бог же его туда послал как бог открывает свое отношение к ионе цель божьего ответа ионе очень простая чтобы обличить сердце ион в том что он противился богу и его благим целям относительно ниневе бог хочет показать слушай этот народ как дети как младенцы они не знают где право и лево я помиловал их кстати той же милостью как и тебя помиловал а может у нас такое быть вот приходит человек в церковь и мы слышим что он натворил и он кается и кто-то радуется а кому-то так да покаялся признался не бывал сидеть сейчас в тюрьме еще бы может такое быть когда вместо радости вместо радости что бог помиловал а ты не доволен что бог его помиловал итак родные я заканчиваю буквально с одним примером и я не буду все читать пастерское понимание этого отрывка написал следующее об иове я буквально коротко прочитаю почему так получается что люди сетуют на бога когда он посылает им что-то противоположное их желаниям не признавая что у него есть цель и справедливая причина для всего что происходит если на скрижалях своего сердца мы запишем у бога есть своя благая причина для всего что он делает то конечно же нам будет стыдно роптать на него так как мы будем твердо знать что у него есть справедливая причина для того чтобы так распорядиться теперь я хочу обратить ваше внимание на то что иов осознавал это и не предполагал что бог сделает то что то не справедливое в его жизни то есть когда что то идет не так в наших глазах нам нужна вера и смирение что бог не ошибается не дай место дьяволу в сердце начинать роптать или гневаться на бога это грех это ложь как бы ты не слышал от других тебе легче будет не будет легче душу запачкаешь поэтому там где мы чувствуем что вот это может подходить а это может в наше сердце приходить когда какая-то проблема не решается это как предупреждение зачем мы это говорим ложь нужно разоблачать истинной чтобы когда ты в таком состоянии все нет я этого делать не буду я не понимаю Бога и я не понимаю до конца но я поклонюсь ему скажу боже ты достоин славы я не буду роптать и я не буду гневаться на тебя аминь 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 не знаю *** аминь аминь или и аминь и